ПОДМОСКОВНЫЙ ВЕЧЕРА ПОДМОСКОВНЫЙ ВЕЧЕРА ПОДМОСКОВНЫЙ ВЕЧЕРА ПОДМОСКОВНЫЙ ВЕЧЕРА При его обаянии, таком замечательном, потрясающем актерском обаянии, в нем очень такой сильный стержень внутри такого человека, хозяина, профессионала, такой внутренний стержень. И порой он бывает суровым, и суровым, и справедливо суровым, и по-разному, как говорится, и негодует порой, бывает, и обижается. Нет, он сложный человек, как, может быть, все мастера. Его нельзя, например, одной краской, как говорится, характеризовать. Он сложный человек, он разный человек. Все вместе. Но то, что он хозяин, это, наверное, замечательно вообще сейчас в наше время. Это время прихода хозяев. Дай бог, чтобы у нас все были хозяевами. Тогда мы станем замечательными хозяевами жизни нашей. Хозяевами надо быть и уже по-хозяйски распоряжаться всем. Ну, замечательно. Вот смотри, поскольку мы в Подмосковье, у нас специально такой небольшой антураж, такой дачный, на одной съемке мы подумали, что хорошо было бы еще детишек, играющих в бадминтон запустить на заднем плане, и козочку. Тогда совсем все идеально и так далее. Что у тебя связывает с Подмосковьем, и, ну, не только профессионально, но и человечески, как бы, и так далее? Какие есть у тебя? А, я в Подмосковье не так давно купил такой небольшой домик и землю. Чтобы быть хозяином. Да, чтобы быть хозяином. И потом у меня потомственные крепостные крестьяне, родители. И я сам, получается, из потомственных крепостных крестьян, нижегородцев, нижегородской губернии. Вот, так что любовь к земле все-таки, наверное, идет от корней. Я люблю землю, и я люблю эту землю. Я действительно люблю эту землю, и родители просто от земли оторваться не могут. Просто и отец, и мама, они очень любят работать на земле. Опять же, пахать, сеять, что-то выращивать. Мама просто, она это очень любит. И отец тоже работает с землей. И вообще, Батя, помимо того, что он актер, режиссер, замечательный мастер, человек. А он в Ермолыском как раз работает? Нет, он работает в театре Сатиры. Он долгое время работал в Пушкинском театре. И его настоящий театрал, они, безусловно, помнят Батю по его ролям в Пушкинском театре. Потому что он работал еще с Равенских, с знаменитым Борисом Равенских. Дран песни, от Павка Корчагина он играл. И нашей жизни. Там полно было спектаклей. И один из самых мощных, это вот Карл Мор. Это разбойники, которые шумели по Москве, будь здоров, как. Их принимали. Это был самый лучший спектакль в Москве. И отец как раз играл Карла Мора. Сбегала вся Москва смотреть, как Батя играет Карла Мора. Вот. И Батя мой учитель, мастер. И вот уже сейчас стал режиссером. Так вот, Батя, помню то, что он режиссер, актер, мой мастер, педагог. И все, 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 все. Он еще и просто от корней своих настоящий крестьянин. Он, у него вся работа в руках спорится. Он все, что угодно может вырезать из дерева, сделать, сконструировать, построить, вырастить. Все, что угодно. Поэтому это все пошло от Деда Сергея. Трогательная картинка. Все представляют Безруковых, как неких сейчас вот такая очень творческая театральная семья, которые, в общем, при этом они как бы вот, ну, очень современные. И какое-то ощущение такое, что вот Сергей Безруков вместе со своим отцом идут на огород, пашут, полют, как точно. Я должен просто признаться перед телезрителем, что, безусловно, времени на то, чтобы мне еще и самому пахать землю, конечно, не хватает. Если бы я ушел, наверное, в пахаре, то я думаю, я бы, наверное, расстался либо с кино, либо с театром. Нет, у меня сейчас просто очень много работы и в театре, и в кино. Вот. Вот я наведываюсь, это село Петровское, это Раменский район, под Москвой здесь, по Старой Рязанке. Там еще замечательная церковь 17 века, святителя Николая. И как раз отец Дмитрий нас благословил, потому что в пьесе, которую написал отец, в пьесе «Ведьма» по ранним рассказам Чехова, инсценировка и пьеса «Ведьма», отец как раз упомянул эту деревню, как раз село Петровское. Все действие разворачивается в селе Петровском. И я, как герой Емеля, дичок Емеля, я собираю деньги на храм святителя Николая. То есть на этот реальный храм святителя Николая. И осенью мы сыграем спектакль, сбор от которого пойдет на восстановление храма святителя Николая в селе Петровском. Отец Дмитрий нас благословил, говорит, это просто уникально. Я играю священнослужителя, мы собираем деньги на храм, и это все настолько реально и здорово. И сам себе спектакль получился патриотический, и такой очень настроенный, в защиту православия. Потому что одно время, да, это была сильная религия. Потом дальше, в советские времена, во времена Савкай, как говорится, засилие коммунистов. И в этом коммунистическом режиме церковь изменилась, вид изменилась настолько, что она просто, ну как сказать, ушли те самые настоящие патриархи, настоящие, свято верящие, и которым можно было доверять. Потому что огромное количество сексотов и сотрудников КГБ были здесь священнослужителей. Что опять же просто начинало раздражать, потому что уже это получался не храм, а просто-напросто уже три, четвертое отделение, так назовем. Я имею в виду не больницу, четвертое отделение, а третье отделение, да, то это уже такой подвид КГБ. Сейчас, слава Богу, идет возрождение, поэтому в защиту православия, в защиту церкви мы, кажется, и выступаем вместе с отцом. И вот такой спектакль создали, где мой дичок, да, он идет на крест ради любви. Он грешный, безусловно, он не монах, он мирской человек все равно, он священнослужитель, но он в миру живет. Он любит свою жену, венчанную с ним жену, он не грешит, может быть, грех его самый основной заключается в том, что он ревнует. Ревность – это великий грех. Да, он ревнует, безумно ревнует. И ради жены он может пойти на страшный грех, ради своей жены. Так что в этом он в какой-то степени грешен, но потому как он всепрощенчески относится к людям, как он относится к людям вообще и к врагам своим, как он относится, как он любит и какие его взаимоотношения с Богом. Я в этом спектакле пою молитвы и пою их в современной аранжировке. То есть это в данном случае мы идем не в противоречие, а наоборот. Ну, сейчас, между прочим, вся религия, даже взять, например, протестантскую религию, католическую, там многое построено о том, что в микрофон, даже молитвы начинают петь в микрофон. А что касается негритянского джаза, то он вообще вышел из молитвы, из церкви. Так что в данном случае в обличии и в одеянии монаха в рясе дичка, в обличии дичка, я пою православные молитвы и песни православные у России за Русь, за православие. У меня возникает, вот сижу, очень внимательно слушаю, и у меня возникает ощущение, что говорит не актер, не простой человек, а человек государственный, который как-то воспринимает жизнь общества, государства и как-то очень, с каким-то, с какой-то болью, с какой-то очень переживанием. Это есть, безусловно, есть, потому что я думаю, что вот это нужно, наверное, воспитывать с детства. Может быть, я так воспитан, что для меня Россия – это не пустой звук. Я играл Есенина, играю уже пять лет. Это была моя мечта – сыграть Есенина. Есенин безумно любил Россию. Самый русский поэт Сергей Есенин. Но это, может быть, именно поэтому… Вот это все вместе, я не знаю, это… Ну, больно, больно, когда мы еще никак с колен не можем встать, что такой раздрызг и развал все равно такой продолжается, вот это вот что-то такое, такое поле для испытаний, такое, знаешь, такая леорация. Начинают удобрять, не то удобрение взяли, другое, отравили всю землю, потом пытались ее почистить, еще какое-то удобрение, опять отравили. То есть, такой… Русь – это вот такое вот место испытания, лаборатория, куда, как говорится, да, подобные крольки все россияне, и с ними проводят различные эксперименты, типа, там, коммунистического строя, опять же, демократии. Демократия оказалась, в принципе, да, замечательная, но уже все хотят немножко, чуть-чуть сильной власти, поэтому, как говорится, и левый, и правый, они, как говорится, по-разному правы, опять же, потому что для русского человека все-таки все равно существуют кнуты пряниками. Хорошо, вот так оно и было всегда на Руси, поэтому я с этим настроем говорю абсолютно, но, правда, это действительно мое, я это чувствую. Потом я пять лет проработал в программе «Куклы», что тоже, опять же, откладывает отпечаток. Я сталкивался и со всеми политиками, со многими политиками был и знаком, ну, так сказать, шапочно, но виделся. И с Ельцином, и Жириновским были встречи такие, как говорится, вот. То есть, я их видел воочию, я, во всяком случае, я представляю их, может быть, чуть по-другому, чем простые люди. Потом пять лет вариться в политической программе и постоянно ходить по лезвию бритвы. Довольно спорный и довольно, как бы, очень такой, как бы… Ну, это конфликт, по лезвию бритвы ходить, и это мне нравилось в этом что-то было такое. Не знаешь, что рассказывал по поводу этой программы Саша Груздев? Саня, да? Да, да, он работал у меня в одном спектакле, вот. И вот он тоже какие-то, как раз закрывать пытались, когда… Да, Саня, ну, это наша команда. Боря Живолов, Саня Груздев, вот, и Вася Станоженко. Вот мы, как говорится, такие вот мощные команды. Это мне нравилось, это мне нравилось. Поэтому я думаю, что неспроста я рассуждаю о России не просто так, как дилетант. Нет, я уже что-то понимаю, что-то осознаю. И в данном вопросе я взрослый все-таки по сравнению с моим возрастом. В мои 27 лет все-таки я что-то уже начинаю понимать. Слушай, вот смотри, 27 лет. Госпремию за Есенина, да, насколько я помню, ты получил 4 года назад? В 23 года. 23 года. Да. Фактически… 27-й год. Фактически, наверное, это… Если вот у нас была бы такая книга рекордов Гиннесса, то это, наверное, было бы рекордсменом в этом плане в России. Вот это как бы вдруг неожиданно, по молодости, 22-23 года, в общем-то, все молодые еще, да, свалившаяся такая слава, успех, признание не только среди молодежи, но и среди людей, которые вершат на сегодняшний день, да, оно сильно наложило отпечаток. Как ты изменился в этот момент? Как бы сам почувствовал, нет? Сначала, конечно, безусловно крышу сносит, но… Нет… А как сносит крышу? Ну, когда уже начинаешь ранимее становишься, то есть начинаешь обязаться на что-то, например, начинаешь не узнавать, начинаешь на это обижаться, то есть какое-то такое чувство, дескать, а почему меня не узнают, а почему там еще чего-то… А потом, ну, это такое легкое, это вот такое вот, самые первые такие шаги. Нет, потом, я человек рабочий, я человек пахарь, все равно, опять же, корни. Не могу, работать надо, я сразу себя давлю и на этом говорю, работать надо, пахать, сниматься, еще, еще, работать, больше работать, потому что жизнь актерская, она очень маленькая. Я это уже сейчас начинаю понимать, я уже стал философом, я позрослел, я уже стал разбираться в этом и понял, что нужно многое успеть. Безусловно, существует нетерпение сердца, на что как раз отец все время, да, это говорит, что потерпи, все будет, потерпи, но не надо загонять себя. А я понимаю, что все равно надо работать больше, 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 потому что актер, он живет только своими ролями, он живет своими киношными ролями, ролями театральные живут, меньше его роли, потому что постепенно человек взрослее, теряет какие-то роли, и уже какие-то определенные количество людей помнит только вот один спектакль, потом кто-то другой, а потом человек какое-то время, в твои, например, какие-то 60 лет, постепенно те, кто тебя когда-то видели, они уже начинают подзабывать. Нет, конечно, они помнят, но их дети уже... Они уже не помнят фамилию. Они уже не помнят. Это где-то... Нет, те, которые видели, они помнят. Но не факт, если они расскажут о тебе своим детям, чтобы дети уже по рассказам что-то такое помнят. Если о тебе напишут книгу, а во мне, слава богу, написали уже. Это похвастаться. У меня книга «Атом солнца» вышла. Это не я сам о себе писал. Не дай бог, чтобы меня еще упрекали, потому что я уже начал писать о себе книгу. Да нет, просто журналистка Вера Звездова, профессиональная журналистка из Нижнего Новгорода, издательство «Бегемот», она как раз книгу «Атом солнца» взяла и просто собрала, сделала анализ всех моих работ от и до. Плюс мое детство взяла, откуда, чего, что и как, потому что Нижегородская область, там вся родня. Я о бабушке, о дедушке, об отце написала и написала. И весь разбор всех моих работ, которые есть, она все разобрала. Критическими замечаниями и так далее. Получилась книжка замечательная, она вышла. Дай бог, мы сделаем презентацию. И такая очень хорошая брошюра, хорошая фотография. Все так, хорошая получилась такая брошюра. Так вот, если о тебе напишут книжку, то может быть, как о Михаиле Чехове, какой-то учебник, где когда тебя будут проходить разбирать. А если нет, то, в принципе, актер остается только по своим киношным работам. Вот они остались, да, через какое-то время, да, актера уже давным-давно нет. А он выходит на экран, и он абсолютно живой, представит перед нами. И дети, поколение видят этого актера, и они так или иначе все равно запоминают. Если нет киноработ, а только театральной работы, да, безусловно, ты через какое-то время канешь в лету, как говорится. Поэтому спеть нужно многое. Актер живет только своими ролями, и он живет только своей жизнью. Если ты, например, художник, то вполне возможно, что при жизни тебя никто не знал и знать не хотел. Ты жил в проголодь, тебя вообще поливали грязью. Говорили, что ты, ах ты такой, раз такой, никто тебе не помогал. А ты писал, ствол, да, писал картину, писал. А после смерти вдруг раз, какой-то меценат случайно наткнулся на твои работы, и оказались шедевры. Что это оказалось шедевры? Но это художник. Актер? Нет. Ты не можешь играть спектакли в стол. Ну, тут я могу спорить. И сниматься в стол. Тут я могу спорить. Хотя тоже написано. Вот, например, Антонин Артов, да? За четыре года его театра жестокости, восемь спектаклей, все провальные. Вот, и ничего. Какие-то статьи, какие-то его мысли, которые он излагал, да, как-то все это сформировалось. И вдруг оказалось, что все, о чем он говорил, и все, что он пытался сформулировать в своих спектаклях, и потом в текстах, которые, в манифестах, которые выпускались в своем спектакле, через 10 лет после, там, через 5 лет после его смерти вдруг оказалось, что это все сформировало вторую половину 20-го года. Ибо тогда нужно просто действительно быть, помимо того, что ты актер, нужно быть еще и личностью, и знать, для чего ты это делаешь, и что ты хочешь сказать. Например, своими работами, спектаклями, например, то, что я сыграл Есенина, я знаю, для чего это сделал. Это абсолютно действительно, ну как, выходит на сцену поэт Сергей Есенин, который читает стихи о России и вносит такую вот, такую свежую жилку среди огромного количества модерна, которая идет на сцене, среди огромного количества зарубежных пьес, каких-то вот различных авторов и так далее, и всякого рода интерпретаций классики, и такое, и сякое, и так ли, и сяк ли, и голые, и полуголые, и всякие с фаллосами и так далее, ну что-то такое совсем, ну, как говорится, модерн ради модерна, ну порой, да? Это вдруг, говорится, по-простому, просто берем тему, она абсолютно живая, такая органичная тема России, и вот это в данном случае это поступок, это поступок, поэтому важно совершать в своей жизни поступки, и поступки запоминаются, поэтому помимо того, что ты актер, там режиссер, еще должен делать поступки, даже своим, своим спектаклем, делать определенную акцию, поступок, ради чего, не просто поставил там классику, просто поставил классику, ну вот вот именно таких простых спектаклей классики, массу, миллионы, миллиарды, ведь в каждом городе, я, как говорится, когда я говорю вот в провинции, да, я этого не стесняюсь, говоря провинции, да, например, коренной москвич может немножко постесняться в провинции сказать провинции, да, ну, обиднее, обиднее, ребят, у меня вся родняя провинция, они все провинциальные, Нижний Новгород, какой Нижний Новгород? Город Лысково, Нижегородская область, Нижегородская губернация, напротив Макарева. Назвоню очень слышно. Город Лысково. Так что, ребят, если я говорю, то я не обижаю, как говорится, никого. Берем любой город, берем провинцию, ведь в каждом городе полно театров. Даже в одном городе бывает несколько театров. Даже в маленьком провинциальном городке бывает несколько театров. И в каждом театре своя труппа, и в каждой труппе есть огромный репертуар. И в этом репертуаре огромное количество спектаклей. Таких-сяких, да, классики. Массу. Но что ты хочешь сказать? Если ты своим спектаклем что-то говоришь, это запомнит и это оценит. Не просто поставил органично, поставил классику. Да, говорят тексты, да, говорят нормально написанный текст. Что этим несет? Что для тебя в Москве на сегодняшний день показалось событием в других театрах? В других я, к сожалению, не так часто видел. Но я видел работы Петра Анатольевича Фоменко, замечательный мастер, потрясающий мастер. Один из самых лучших режиссеров вообще, вообще режиссеров мировых. Замечательный мастер. К сожалению, мерзовецких спектаклей, к сожалению, не видел. Но я хочу просто как-нибудь найти время. Для меня как-то Хлистаков в свое время произвел просто неизгладимое впечатление. Нет времени пойти, а нужно смотреть все. В этом я убежден. Нужно смотреть все. Абсолютно все. Сейчас, говорят, интересные спектакли. Думаю, схожу обязательно на днях посмотреть машковские спектакли. Володя Машкова, номер 13. Это абсолютно чистая комедия, комедия положений. И поставленная для них Володя Мастер, как всегда, мастер. Если он делает, он делает и «Трехкрашевый опера», и «Смертельный номер», и «Страсть по бомбарашу». «Звездный час по местному времени». Это те спектакли, которые ставились у нас в театре Табакова. А «Страсть по бомбарашу» у тебя там дебют был? Да, это была самая первая маленькая роль. А за ней шла уже такая главная роль. Вводился я в спектакль «Белокси-блюз» Нил Саймона. Так что вот, Володя, интересный спектакль. Сейчас ждем, вот Адольфе Шапира у нас поставил на дне интересный спектакль. Дальше, к сожалению, не смог посетить ничего в театральную олимпиаду, посмотреть работы других театров. Ну, она еще будет. Вот, так что, я думаю, найду время. Сейчас просто идут съемки, и я пытаюсь успеть везде. Это, наверное, очень сложно, но стараюсь. Сейчас еще и завершаются съемки огромнейшего сериала. Но сериала фильма, потому что все снимается на пленку. Это будет 14 фильмов, маленьких фильмов. «Бригада» – это «Крестный отец» наш вариант. Русский вариант «Крестного отца». Однажды в Америке русский вариант. Вот такой вот. Это о братве, о бандитах. Я играю «Крестного отца» в 30 лет. «Саша Белый». Это развитие от парня, который пришел из армии, сержант Белов, и до «Крестного отца» в 30 лет, когда его авторитет. А вот если мы заговорили о кино, ну, ты же поснимался. Тебе повезло, ты поснимался с разными режиссерами. Ну, еще не так много. Но поработал с разными режиссерами. Поработал, да, успел. С кем тебе было интереснее, либо показалось, вот это мой? Ну, как сказать, я со многими еще и не работал. Мне очень хотелось поработать с Хатиненко, с Михалковым, безусловно. Очень мне хотелось посниматься в эфире, потому что я действительно мастера. Мастера, я не знаю, там уж Мельских, да можно много набрать. Актеров, молодых актеров. Очень хотелось поработать с Колей Лебедевым. Очень мне хотелось, сейчас у нее проект вот этот «Звезда» по Казакевичу. Военная тема. Очень хотелось бы поработать, но, к сожалению, у меня бригада, у меня братва. Ну, у нас мощный получается, я уже видел материал. Просто получается такой вариант крестного отца. Наш русский вариант. Мощный, сильный получается. Вообще сценарий сильный. Потому что меня-то в наших российских фильмах в последнее время поражает то, что куда-то исчезла энергия какая-то, вот энергетика какая-то. Ну, вот это как раз вы получите. Это будет трехчасовая версия фильма «Бригада» и будет 14 серий на РТР. Валера Тодоровский, он сказал, что, в принципе, он никогда еще даже не читал сценарий, не видел такого, где, например, можно было бы выбросить материал. Ну, как это сокращая, воду убрать. Вады говорит, нет, я первый раз читаю такой сценарий. И Валера, ну, ему просто нужно отдать должное, он сам мастер. И так отзываться о чужой работе, просто тут просто снять шляпу можно. Потому что это в дорогого стоит, когда мастер отзывается о другом, о более молодом. Потому что Алексей Сидоров, режиссер «Бригады», ему 32 года, он еще молодой совсем. И он полон как раз этой энергии, так сказать, хватки сделать. И он мастер, он молодой, но ранний. Сделать, как говорится, переплюнуть, потому что Коппола снимал свою «Крестного отца» в 32 года. А он сейчас в 32, и у него вот этот вот шлейф, и то, что ему постоянно об этом напоминает, вот этот вот раздражитель, он постоянно сидит в нем, и он вот, у него безумная энергетика, ну, я сделаю, я сделаю, я сделаю. Вот это очень хорошее чувство. Я представляю, на съемках Сергей Безруков подходит сзади к режиссеру и говорит, а Коппола тоже в 32 снял. Ну, вот, слава богу, что это не я, как говорится, делаю. Не дай бог подначивать так режиссера. Нет, мы делаем общее дело, и это замечательно. Ну, вот, так же, опять же, возвращаясь к режиссерам, Балабанов замечательный. Ну, вообще, режиссеров, много интересных режиссеров, с которыми я еще, к сожалению, не работал. Ну, вот, хотелось бы поработать, безусловно. Хотелось бы. Ну, я думаю, что впереди, главное, не зацеливаться на чем-то. Работать, работать, работать и работать. Федор, давай, мы сейчас все о работе, работе. Вот, смотри, в Подмосковье хорошо, уютно? В Подмосковье очень. Светочки вот тут посадили, самоварчик. Как ты любишь отдыхать? Рыбалка. Рыбалка и природа. Вот это вот самый основной отдых. Смена. То есть, там тебе уютно? Да. Ну, если идет дождь, конечно, не очень неуютно, хотя я из тех рыболов, которые, может, наверное, часами стоят, даже если не погода, даже если не клюет, все равно я дождусь и поймаю. Вот, сейчас вот как раз получил охотничий билет. Думаю, постреляю, хотя никогда не охотился, в детстве на охоту ездил. Но для меня это как-то так, не знаю, живую тварь убить. Не знаю, ну, не знаю, вот рыбалка другое дело, а вот как-то на охоту... Там же тоже живая тварь. Ну, не знаю, рыбка как-то все божьи твари, я понимаю, что все божьи твари. И рыбку, как говорится, она тоже живая, жалкая, но все-таки не так жаль, как, например, селезни убить. В детстве меня шок произвело, когда раков ловили. Да? Поймали раков в Крыму, там, на такие сеточки такие, да, там, они заползают и их вытаскивают. Вот. Я их вижу, они живые, 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 а потом сварили, они только что живые, а уже их сваренные. Ну, тут, я думаю, что все-таки идет что-то, наверное, от язычества нашего, когда мы превращаемся немножко в первобытных людей, и уже не обращая, не взирая на морды и лица, просто испытываем чувство голода или, так сказать, желание перекусить. А я, кстати, придумал замечательную рекламу. Я даже бы ее просто отдал бы Гринпису, снять такую рекламу. Просто она у меня родилась, я ее придумал. Если снять, например, вот, знаешь, такой охотничий ресторан, охотничий, да, ресторан-охотник. Ну, там, где, знаешь, там, ружья, там, вот это, шкуры и так далее, ну, значит, за столами, такой банкет, только вместо людей, там, сидят животные, там, медведь с цепанами чисто сидит, лось такой, обезьянки накрашены такие, да, и там, вперед просто. Я вчера завалил одного негра замечательно, вперед, такой, бля-бля-бля. Вот он бежал, я в лобешек бахнул, а потом вот таким шариком мощным, и сто зажмакнул, все, там, ружья, а на стенах кожи людей, и вот эти вот головы, аскальные головы, негр, там, вот, какие-то, там, какие-то, там, китайцы, или что-то, вот такое вот, а под завершение вот этого, просто это очень сильная реклама, говорит, здесь была бы, просто убийственно сильная, а под конец выносит маленького младенца, жареного выносит, и начинает отрезать ель. Вот это арто, вот это было бы страшное, вот эта реклама, но она бы, везде, ну, просто, представляете, да, поросеночка так же выносит, да, мы едем, какое-то такое ощущение, вот если просто вдуматься, можно с ума сойти от этого, а если снять такую рекламу, это было бы просто страшно, я думаю, страшно. Кто у тебя самый любимый человек в жизни? Человек? Ну, как сказать, жена, любимый человек, родная, любимая моя, женщина, жена, отец, мама. Для меня вообще понятие семьи – это не пустой звук, семья должна быть, тем более у актера самое важное, чтобы у него был надежный тыл. Вот у меня есть надежный тыл, я счастлив. Потому что актер, он не может, отыграв, например, какой-то спектакль, опять же, роли, он не может приехать просто в пустую квартиру, иначе он сойдет с ума, он должен отдохнуть душою, он должен во что-то, ну как, войти в какой-то определенный мир, в домашний очаг, опять же, где он душой раскроется и отдохнет. Все равно это должно быть, да, любящая жена, дети. Это все должно быть, ну как, такой мирок, в котором актер немножко отдохнет чуть-чуть. Потому что, эдак можно сойти с ума, потому что, приходя одному... А, потому что, на сцене на разрыв аута... Ну, потому что, да, и когда входишь еще и дома, никто тебя не ждет, никому ты не нужен, то постепенно ты начинаешь замыкаться сам в себе, а это страшно. Когда у актера нет выхода его энергии, которую он скопил, отдал, и зарядиться чем-то он должен. Иначе, оставаясь со своими собственными мыслями, он просто сойдет с ума. Он либо начнет пить, ну это, как говорится, удел многих, как говорится, не только артистов, но и людей простых от одиночества. Человек начинает либо пить, либо сходить с ума, либо еще что-нибудь такое. Нет, так что семья и любимые люди должны окружать. Тебя должны окружать люди, которые тебя любят, которые в тебя верят. Тем более, для актера важно, чтобы был человек, который в тебя верит. Хотя бы один, который в тебя свято верит, который знает, что ты самый умный, самый талантливый, самый-самый-самый-самый. И вот это вот ощущение, что ты самый-самый-самый, и есть человек, который в это верит, придает тебе силы и энергии. И ты тогда чувствуешь себя самым-самым уверенным, Гераклом и так далее. И идешь вперед в бой. Слушай, ну, я должен признаться, у меня было какое-то совершенно другое восприятие Сергея Безрукова. Я в силу своей какой-то природы, видимо, когда вот что-то все рекламируют, все говорят, как это здорово, у меня как-то рождает противоречие, я не хочу принимать, мне нужно все время проверить. Вот, и я сейчас получил большое удовольствие от общения. Я завидую белой завистью, что у тебя все хорошо в работе, что у тебя все хорошо дома. И надеюсь... Слушай, я постучу по дереву, дабы здесь... Ну, я белой завистью, я белой завистью, я постучу вместе. Вот, и надеюсь, что ты еще раз будешь посещать Московскую область, Подмосковье. И что все у тебя будет хорошо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, удачи вам, удачи, любви и счастья. Я просто хочу даже делиться. Друзья, мы давайте делиться, я готов делиться. Пожалуйста, счастья, любви, удачи. Главное, улыбайтесь почаще. И просто единственное, помните, что человек, он ведь та самая божья тварь, которая все вытерпит. Ну, так сложилось исторически, что тем более наш русский народ, он терпел много. Я понимаю, что порой терпения не хватало, но все-таки терпение... Терпение у нас великое терпение. И мы все вытерпим, все перенесем. Все будет хорошо. У нас у всех будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин